Нашла. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Он вышел на нем как накидка. Хорошо. Защищаем его физический биоробот с защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем карлица в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с тонкой копией карлица поднимайся в комнаты диагностики. Один, два, три. Пошел подъем. Мы на месте. Хорошо. Карлиц идет к маме. И мы спрашиваем разрешение у мамы на диагностику и чистки карлица. Да, это разрешение. Хорошо. И я даю команду на счет три накидка. Даю команду на счет три. Силой моего намерения эта накидка снимается, отключается полностью до последнего чипа датчика импланта конвектора. Все это выходит с накидкой вместе и отправляется в клетку тюрьму. Да, будет так, а так и есть. Готово. Хорошо. Я даю команду на счет три. Скэнер сканирует пространство над головой карлица под ногами 360 градусов вокруг него. На всех семи тонких телах находятся любые чипы, датчики, импланты, конвекторы, подключки, чужеродные энергии и воздействия. От этого выстраиваются каналы, ведущие в клетку тюрьму и ответственность за эти подключки воздействия энергии притягивается в клетку тюрьму и становится ее заложником. Один, два, три. Скэнер сканирует все семь тонких тел карлица. Находит все. У него ничего нет, кроме этой накидки. И накидка такая ощущение, что она привязана к его чакре желтой в области пупка. К раз там, где собирается. Хорошо. Так. Выстраивает накидки канал к ответственным. Один, два, три. И притягивает всех ответственных, связанных с этой накидкой в клетку тюрьму, где бы они ни находились. На счет три. Один, два, три. Стоит в клетке тюрьмы мой заложник. Это спрут. Да ты что. Хорошо, спрут. Накидка, она как такая, типа медуза или парашюта. Хорошо, спрут. Когда ты накинула на ребенка эту накидку? Говорит, что он с ней родился. Что это значит? В роддоме? Или как? Или у матери была? Или что это? Он показывает околоплодные воды. И? Как он туда попал? Как это ощущение, что он его с собой принес. Я не понимаю. Пока поставь этот экран какой-нибудь, что ли? Хорошо, ставлю монитор перед клеткой спрута. И пошел момент подключения. Как это было? Картинка идет. Человек. Мужчина. И спрут. Они сражаются. Спрут, у тебя есть какой-то контракт с этим человеком? Или ты мстишь? Да, у них незаконченное дело. Он его закрывает от мира этой накидкой. Спрут, ты или самоубийца какой-то непонятный. Что-то ты себе позволяешь. Ты любишь сражаться? Давай сражаться. Я с удовольствием тебе дам. Такой заряд тебе мало не покажется. Но со мной-то ты не хочешь сражаться. Ты сражаешься с ребенком шестилетним. Итак, я слушаю всю историю сейчас. Если ты мне не рассказываешь, у меня заканчивается терпение. Я тебя превращаю в груду пепла. Давай информацию. Это похоже на пещеру какую-то, где живет этот спрут, его семья. Тогда прибывает экспедиция. Какой-то год. Это не год. Это другое. Это другая измерение, другая планета? Да. Хорошо. Приехала экспедиция и дальше. Но они находят эту пещеру и пытаются брать пробы. Спрут маленький. Его садят в какую-то банку, колбу. Забирают с собой. Хорошо. В лабораторию. Понятно. Его, значит, украли с его родной планеты, да? Так сказать, по его пониманию. Взяли с собой, да? Да. Хорошо. И что случилось дальше? Почему ты здесь сейчас находишься? Потому что пришлись пруты забирать. То есть цивилизация вернулась за ними. И напали на этот объект. Корабль, где лаборатория. Или станция. Я не знаю, большая, что ли. И вот там он сражался. С прутом. И чем это закончилось? Сражение? Информация идет, что оно не закончилось. Понятно. Интересная какая ситуация. Противостояние продолжается. Понятно. Хорошо. Значит, эту накидку ты подкинул тогда матери, я полагаю, да? Или как это? Если он с ней родился. Или уже ребенку, когда он родился. Значит, получается, что спрут, которым он боролся, был убит. В том сражении, но не им, а кем-то другим. Он тоже был убит спрутом. И спрут как поставил свою... Но это не печать, он какой-то знак делал на нем. Метка? Метка, да? Да. В этом воплощении он воплотился. На земле с меткой спрута. И где эта метка находится? Сейчас его биополе. Ты вижу ее четко и ясно. Ну, это вот как раз район пупка, откуда выходит пуповина. И держится вот это, как зонт, вот этот парашют. Медуза, накидка, как назвать. Понял. Даю команду на счет три. Включаю внутренний белосвет. Помогаю моей энергии. Карлису. На счет три. Выдавить эту печать. И фантом этой печати. И все сопутствующие энергии этой печати. На счет три. Один, два, три. Да, будет так, а так и есть. Ну, это метка. Она больше как галочка такая просто. Вышла она? Она выходит как пуповина. Отлично. Которая тянется к этому. Накидки. Накидки. Понятно. Вытаскиваем все до последней частички. Ты посмотри, какая гадость. Готова. Отправляя в клетку тюрьму. К накидке. Хорошо. Выстраивай сейчас каналы. Я даю команду. Карлису. Мама помогает. Спроецировать все энергетические и сферические каналы. К этому спруту. К накидке. И этим всем подключкам. На счет три. Один, два, три. Каналы выстроились. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение. Все чужеродные негативные патогены, низкооперационные энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению. Карлису. Энергию страха. Энергию неуверенности. Энергию всех болезней. Все, что он мог получить от них, возвращается к ним назад. Усиливаю потоки в сто раз. До последней частицы. Что возвращается? Он ему не дает проходить. В свой опыт на земле. Он его постоянно возвращает и закрывает. Концентрации нет у него. Он не слышит часто, что ему говорят. Не потому, что он не слышит, а потому, что он... Не может слышать. Да, он закрыт. Выходит это все? Выходит, да. Хорошо. Ждем. Готово. Отлично. Устанавливали фильтры с золотой сеточкой на все каналы. И в порядке реверса Карлис забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошли энергии божественные и чистые. Один, два, три. Все, что у него похитили. Все, что у него изъяли. До последней капли возвращает Карлис себе обратно. Он хозяин своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Его энергия идет, сила. Отлично. Стабильность какая-то. Спокойствие. Знание. Это осознанная душа. Он знает, зачем он пришел на землю. У него есть определенные задачи, определенный опыт, который он должен получить. И он спокоен в этом. Он знает свою задачу. Вот эта накидка, она не давала ему получить этот опыт. Она закрывала его от его интуиции. Да, отлично. Хорошо. Убирать там больше нечего. Я даю команду скэнеру. Скэнер, проведи контрольную проверку, если что-то осталось еще. Чужеродное. И выводи это сразу. Мелкие частицы, мелкие энергии. Уничтожай на месте. Чистый. Отлично. Даю команду на рассинхронизацию Карлиса с Прутум. Его накидкой и всей вот этой пуповиной и подключками. На счет три. Один, два, три. Пошла рассинхронизация до ста процентов. Заканчивается автоматически. Но фантом накидки с него сходит. И идут такие частицы, как напоминание. Они исчезают. Рассинхронизируются. Готово. Отлично. Хорошо. Подхожу к Карлице. Помогаемой энергии сделать импульс высокого аберрационного шока удара. И сжечь все каналы к интерференту и его подключик. Под ключиком. Один, два, три. Удар. Отлетают каналы. Открывая порта в галактическое ядро. И канал улетает на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Ли, я прошу тебя выйти на связь. На связь. Я приветствую тебя еще раз, Ли. Будь любезно, посмотри, пожалуйста, у меня какая-то здесь дикая история. Спрут, который мстит человеку за прошлую жизнь. И накидку установил практически с рождения. Перекрывая ему все. Это все, что я успел получить. Какой-то акт мести. Мы заберем его. Такие конфликты нужно разрешать до конца. Чтобы не было последующих нападений. Ему надо было тогда разрешать до конца. Карлису я имею в виду, да? Ты имеешь в виду сейчас? Кого мы чистим? Нет, мы заберем его. И конфликт будет решен между цивилизациями. Все понял. Теперь вы договоритесь дальше уже. Да, нападений больше не будет. Я благодарю тебя, Лиза, твою помощь. Накидку сжигать можно, да? И подключить. Если все вернули, сжигайте. Мы все забрали оттуда, уже там ничего нет. Хорошо, под накидкой и этой конструкцией, все, что было установлено в Пуповине, открывается портал Галактическое Ядро, и все это уходит на переработку. Закрывай, опечатывай, растарей. Готово. Кстати, у ребенка живот мог болеть от этого. Может быть. Мы знаем только, что дети болеют. Хорошо. Забрали? Да. Переходим на чистоту бесплотной подселенцы. Чисто. Он говорит, не старайся я быть настолько закрыт этой накидкой, что никто пробить не мог. Хорошо. И Грегор у тебя есть негативная? Еще не заимел. Не заимел. Ну, хорошо. Значит, тогда отлично. Тогда мы сразу перейдем. Что там? Давай контракты посмотрим. Давай перейдем к контрактам действительно сразу. Хорошо. Переходим к анонированию контрактов и договоров. По закону свободы воли души и свободного права распоряжаться собственными энергиями, Карлис должен взять ответственность за свою жизнь в свои руки и выразить это намерение. Он готов это сделать? Готов. Я говорю, в слухе, вот тонкая копия повторяет за мной срушением контракта и договора. Договора выходят активно и подсвечиваются. Есть со спрутом у него, вводяной только контракт. Хорошо. Давай считаем информацию, что в этом контракте стоит. Пошла информация. Ну, во-первых, там стоит эта галочка, которую метку поставил спрут. Во-вторых, это он забрал маленького спрута. Ах, вот как понятно. Значит, это было его непосредственно, его действие, да? Да. Хорошо, он готов расторгнуть этот контракт и аннулировать его. Пусть повторяет за мной. Говора по закону свободы воли души и законному праву распоряжаться собственными энергиями. Пошел возврат энергии, если такова есть. Она есть. Она есть, потому что он вложил эту энергию в свои действия, и он чувствует вину за них. Вернулась энергия. Хорошо. Открываем воронку в галактическое ядро и производим сброс всех аннулированных контрактов и договоров. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Так лучше кажется. Ну, он говорит, что он за этим здесь. Он маму благодарит, что привела его на чистку. Хорошо, давай дальше тебя уже дочистим. Есть. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. Один, два, три. Хорошо, Карлис, мы закончили твою чистку. Как ты себя чувствуешь после чистки? Ничего уже больше не мешает, не болит? Он чувствует силу и уверенность, которые вернулись к нему. Он очень постоянный внутри. Сейчас ему уже ничего не мешает. Отлично. Тогда будем возвращать Карлиса назад в его систему Биоробот Душа, и перейдем потом ко второму сыну. Он говорит, что у него после чистки может болеть живот в том месте, где эту пуповину убрали и марку. Хорошо. И он говорит, что мама может поднимать ему вибрации этих чакр. Правильно. В этом месте, где у него болит, маме надо визуализировать подъем чакры. Если ему 14 надо, пусть мама даст ему 25 Гц. До 20 Гц хватает. До 20 Гц. Ему даст осознанно именно в том месте, где у него пуповина находится, где вот это все находится. И оно будет работать и вытеснять все эти негативные боли и энергии. Хорошо. Мы передали. Готово. Отключаемся от объекта и поднимайся в комнате диагностики. Пошел, пойдем. Он палец вверх поднимает и благодарит. Во благо. Я на месте. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»